Радио Болтком Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Ну вот, хотя со вторника нам обещают несколько дней бабьего лета, в принципе, понятно, что дальше, как кто-то очень хорошо сказал, лето только за плату. Туристический сезон, к счастью, несмотря на пандемию, постепенно возобновляется, начинается, называйте как хотите, и это значит, что и латвийцы будут стремиться, тех, у кого финансы позволяют отправиться в более теплые края. Сейчас у нас эксперт по страхованию, представитель одной из крупных страховых компаний, Баута Людмила Щеголева на прямой связи посредством Зума. Доброе утро. Доброе утро. Да, ну, наверное, и мы привыкаем, и вы привыкаете к новым реалиям, к тому, что все-таки после долгой паузы люди начинают передвигаться, в связи с этим, естественно, возникает вопрос, связанный со страхованием, поскольку, ну, всякое бывает во время поезда, как мы знаем, и несчастные случаи, какие-то заболевания, травмы, потери вещей, документов и так далее. Вот как бы вы охарактеризовали этот период, я не знаю, постпандемийный или междупандемией, я уже не знаю, как это все назвать. Я, может быть, бы этот период назвала пандемийный период, потому что мы предлагаем помощь своим клиентам уже с прошлого года, с июля. Мы оплачиваем риск ковида. Но если посмотреть на ситуацию, которая сейчас в Латвии, которая сейчас в мире, то я могу сказать, что активность путешественников, она появилась уже в марте этого года. И так как мы смотрим на лето, когда были детские каникулы, тогда я могу сказать, что мы видим, что люди начали путешествовать. Балта в июне 2021 года, то есть в этом году, сделала опрос, и получается интересная дата, что в Латвии готовы путешествовать 43% от респондентов, которые участвовали в опросе. Причем четвертая часть из этих респондентов, они готовы путешествовать по Балтии. 3% от респондентов, они готовы путешествовать в дальние экзотические страны, то есть это Азия, Америка, соответственно, это не европейский континент. Все остальные готовы путешествовать по Европе. И если мы посмотрим на возрастную градацию, то более активны сейчас люди до 40 лет со стабильными доходами. Если посмотреть на то, чего боятся люди во время путешествия, то главный страх людей – это страх карантина. 34% от всех респондентов, они ответили, что они боятся, что они во время путешествия попадут в карантин, и они не будут знать, как себя вести. Именно поэтому мы предлагаем как бы суппорт всем нашим путешественникам, потому что мы оплачиваем издержки за карантин, мы оплачиваем издержки, если в случае, если человек получил позитивный тест, и он не может лететь, плюс, соответственно, мы оплачиваем все, что связано с медицинскими расходами и репатриацией. Да, вот в связи с этим хотел такой вопрос задать. Не знаю, во время этого исследования или опроса, который вы проводили, задавая ли вы респондентам вопрос, о вакцинированном ли они, что ваш опыт говорит. Люди, в принципе, наверное, те, которые склонны, если так можно сказать, путешествовать, наверное, уже подстраховались и все-таки получили этот сертификат, да? Если мы смотрим, что задавалось в этом вопросе, то мы спрашивали, какой документ человек готов брать как подтверждение, что он не болен ковидом, да? И 61% респондентов, они склоняются в сторону того, что у них будет на момент путешествия уже полный курс вакцинирования, и, соответственно, они полетят спокойно. Остальные люди остались при мнении, что они будут делать ПЦР-тесты, и что они будут делать, еще эти дополнительные тесты для въезда в страну путешествия, либо есть часть людей, которые переболели, и, соответственно, им не нужна вакцинация для въезда в другую страну. Да, вот что касается карантина, я так понимаю, что иногда бывает так, что человек, когда планирует путешествие и когда приобретает билеты и оформляет страховку, еще страна находится, ну, условно говоря, в такой безопасной зоне, не знаю, в зеленой, а потом, когда ему надо лететь, все резко меняется. Вспомните, как было с Великобританией, да, там, по-моему, в месяц чуть ли не два-три раза менялась ситуация. Если мы смотрим о ситуации в конкретной стране, да, то это не ответственность страховщика, это ответственность человека, который летит, потому что он понимает, что есть риски, за которые он тоже сам ответственный. Если мы говорим об ответственности страховщика, да, то, что покрывает страховщик, то есть при разрешенном въезде в страну покрывается карантин в случае, если человек инфицирован, либо если он был в контакте с инфицированным человеком. То есть не обязательно человек, после того, как он инфицирован, не обязательно, что ему необходима медицинская помощь в больших размерах, да. Очень часто, когда люди инфицированы в лёгкой форме, они должны находиться в карантине и, соответственно, получать амбулаторную медицинскую помощь на месте, где они находятся. То есть это карантин в гостинице, да. Если мы предположим такую ситуацию, какие у нас постоянно происходят, допустим, люди полетели в Турцию с детьми, у ребёнка при вылете из страны обязательный ПЦР-тест, ребёнок показывает позитивный ПЦР-тест, соответственно, этот ребёнок не может лететь в Латвию, он должен остаться в Турции вместе с одним из родителей и сидеть в карантине. Он обязательно должен сидеть в карантине, даже если у него нету симптоматики 10 дней, и только потом, когда будет, соответственно, он здоров, мы можем его везти обратно в Латвию. А в данной ситуации, вот очень хорошо, что вы такой пример привели, видимо, это не редкий пример, в данной ситуации страховка действует на ребёнка тоже, или её нужно отдельно как-то оформлять вместе с родителями? Чуть-чуть поясните. Значит, когда мы едем в путешествие, надо страховать всех членов семьи, которые летят в путешествие. Это первое. Если мы смотрим на условия страхования, то наши условия страхования они оплачивают инфицированным и контактным лицам. То есть если медики той страны, в которой человек находится, они говорят, что необходимо сидеть в карантине всей семье, значит, соответственно, мы оплачиваем всей семье. Если в карантине необходимо сидеть только инфицированным человеку, сейчас после того, как введена вакцинация, обычно это дети, потому что детей ещё не вакцинируют, то, соответственно, в карантине сидит, предположим, ребёнок и один из родителей. И мы оплачиваем расходы, когда он находится в карантине, расходы на проживание и расходы, чтобы вернуть эту семью, этого ребёнка с родителем домой-обратно. Вот тогда, может быть, такой вопрос, если раньше, что говорится, вне пандемийную эпоху, в принципе, люди представляли, когда они, ну, понятно, когда они вылетают, ясно, и когда они возвращаются. Во-первых, это связано и с билетами туда и обратно, это связано с работой, насколько отпуск человеку дали, это всё понятно. Сейчас, может быть, как и вы сказали, какой-то форс-мажор, когда вынуждены задержаться, из-за этого карантина, из-за изменения эпидемиологической безопасности. Советуете ли вы в этой ситуации, вот когда люди приходят, оформлять страховку, не знаю, с каким-то запасом? То есть не на неделю, а на две недели. Если человек едет на 10 дней, на три недели, на месяц. Вот чуть-чуть поясните вот эту технологию. Нет, мы не советуем, потому что это дополнительные расходы человека. Но что мы говорим нашим клиентам и то, что мы предлагаем нашим клиентам? Человек покупает страхование путешествия на тот период, на который он планирует лететь. Если случаются форс-мажорные обстоятельства и необходимо продлить страхование, то человек может связаться либо с представителем страховой компании, либо на домашней странице страховой компании, по крайней мере, в нашей компании это существует, оформить продление. То есть пока действует полюс, по которому человек вылетел из страны, он может докупить необходимое количество дней для того, чтобы продлить страхование. Вот имеет ли значение при оформлении полюса, в принципе, куда человек направляется? Я имею в виду Европейский Союз, там, не знаю, и Турция, да, или Великобритания, которая сейчас, как мы знаем, не в составе Европейского Союза, или, может быть, просто Литву и в Эстонию на машине? Да, если мы смотрим территориальное разделение страховых полюсов, то, соответственно, есть Европа. Европа включает в себя не только Евросоюз, но она включает еще такие страны, как Турция, Египет, Тунис, Израиль, да, есть разделение весь мир, исключая Канаду и Америку, и, соответственно, страны, которые от Канады и Америки. Плюс есть Балтийские страны, это Латвия, Литва и Эстония, где территориально тоже можно выбрать такую территорию. В зависимости от того, на какую территорию летит человек, в какую страну он летит, от этого зависит, соответственно, стоимость полюса. Потому что путешествия в Европе по страхованию стоят меньше, путешествия, не знаю, в какие-то азиатские страны, оно будет дороже. Да, вот тогда еще такой вопрос. Вот если действительно чаще всего это и ваш опрос показал, в пандемию стараются, может быть, сначала это и по финансам, не так накладно съездить в соседнюю Литву и Эстонию, где, кстати, тоже очень неблагоприятная, как мы знаем, геологическая ситуация, по крайней мере, на сегодняшний день намного хуже, чем у нас. Вот на машине все равно ведь надо страховку оформлять, да? Желательно, по крайней мере. Да, конечно. Но оформление или не оформление страховки – это выбор каждого конкретного человека. Но если мы посмотрим на стоимость медицинской помощи за рубежом, то я всех призываю оформлять страхование путешествий, потому что заплатив евро 60 в день либо более низкие страховки, вы получаете полный сервис, да? То есть у вас медицинские расходы, предположим, до 100 тысяч евро, у вас риск обмена путешествия, предположим, 700 евро, у вас страхование багажа 700 евро, и всё вот это вот вкупе, всё это остальное – это, соответственно, это то, что помогает людям. Потому что если мы смотрим о Европе, да, предположим, та же Литва и Эстония, окей, там работает Эвокарта. Но кроме того, что оплачивает Эвокарта, есть дополнительные расходы, которые она не оплачивает. То есть это так называемый пациентский взнос, да, то есть это, ну, как бы, часть пациента, которую она доплачивает до медицинских расходов. Хорошо, если это Литва, а если это, не знаю, Швейцария, да, то есть эти расходы могут быть очень большие. Плюс Эвокарта никогда не оплачивает репатриацию. Что мы понимаем под словом репатриация? То есть это не только перевоз тела в случае совсем неблагоприятного исхода, но это ещё после того, как человек переболел, да, соответственно, человека надо вернуть в страну проживания. Абсолютно справедливо. А это как минимум расходы на самолёт. Это минимум. А если он получает какую-то травму, то тем более, если он не может передвигаться, это транспортировка соответствующая. Да, это транспортировка, это медицинский транспорт, который очень дорогой. Эти расходы, ну, не знаю, если чисто на самолёте, это в районе тысячи евро, если необходимо несколько мест на самолёте, либо санитарный транспорт, то это уже начиная от пяти и выше. Вот такие суммы. Да, самое большое у нас было 37 тысяч, так это 5. 37 тысяч. Да. Если мы так вот смотрим, то есть расходы, они очень большие. И поэтому я всегда всем, как коллегам и знакомым, и радиослушателям, я говорю, что необходимо покупать страхование путешествий. А вообще, я понимаю, что, может быть, специальные исследования вы не проводили, но, исходя из вашего опыта, он не маленький, насколько я знаю, всё-таки люди становятся, не знаю, более в этом плане сознательными, да, то есть они понимают, что страховка – это и тебе спокойнее, и всякое в жизни бывает. Но мы постоянно призываем людей покупать страхование путешествий, и люди, которые сталкивались с выплатами, они, соответственно, как сарафанное радио, они дают какой-то позитивный фейдбэк своему окружению, и люди начинают понимать больше и больше, что им необходимо страхование путешествий. Если смотреть на наше ковидное время, то здесь больше не мысли о необходимости, здесь больше страх того, что действительно может что-то произойти, и это очень дорого. Поэтому вот МОТа сейчас людей, они рассматривают страхование, они рассматривают страхование, в которое включён ковид, да, и они очень скрупулёзно смотрят, и это очень правильно, потому что на рынке есть сейчас разные предложения, и в этих разных предложениях есть скрытые ограничения. Поэтому я тоже призываю очень серьёзно читать то, что вам предлагают. Допустим, предлагают медицинскую помощь как амбулаторно, так и стационарно, либо только в стационаре, потому что процент людей, которые попадают в стационаре, они очень маленькие. А если человек в карантине, ему всё равно необходимо получить медицинскую помощь от врача, который придёт к нему в номер. Допустим, да. Да, вот ещё такой вопрос, именно связанный с ковидом. Опять-таки, есть несколько категорий, как мы знаем, те, кто переболели. Понятно, что у них пока действующий сертификат эти полгода, 180 дней, да, потом есть те, которые полностью вакцинированы, есть те, которые пока этого не сделали по разным причинам, в общем, полагаются на этот, на тест, да. Зависит ли от этого страховка? Потому что, ну да, хорошо, мы теперь уже учёные установили, доказая, что, к сожалению, невакцинированные могут заразиться, но, допустим, есть человек невакцинированный. Понятно, что риск заболеть в стране, куда он там направляется, ну, выше, чем у вакцинированных. Может ли в связи с этим меняться цена страхового полиса? Вы предупреждаете людей об этом. Значит, я не могу отвечать за весь рынок, я могу отвечать только за компанию Балта. Да, конечно, да, по вашему опыту. У нас нету градации разделения, потому человек вакцинирован или не вакцинирован. Мы оплачиваем как вакцинированным, так и не вакцинированным на одинаковых условиях, и премия, соответственно, не меняется. У нас равносильные условия для всех людей. Ну, мы знаем, что и до пандемии были некоторые страны, ну, в частности, Россия, которые вообще требовали при въезде в страну, чтобы у человека был страховой полис. Чтобы был, да, вот это я помню еще там с начала 2000-х годов, допустим, в России. И неважно, ты едешь на поезде, летишь на самолете, страховой полис у тебя должен быть. Расширяется ли список таких стран? Значит, Россия, Белоруссия, Украина – это три страны, у которых должно быть обязательное страхование при въезде в страну. Причем обязательное страхование с ассистанцией конкретной страны. Если мы говорим о путешествии в Украину, путешествие в Украину, оно связано с более сложными такими условиями, потому что Украина уже в прошлом году ввела, что страхование путешествий при въезде в Украину должно включать в себя медицинские расходы не менее чем на 30 тысяч евро. Соответственно, расходы по нахождению в карантине обсервации, то есть страховая компания должна покрыть обязательно эти расходы. Плюс в этом году появилось дополнительное условие, что страховая компания, которая продает страховой полис, должен быть представитель на территории Украины. Поэтому могу сказать, что да, мы продаем страхование путешествий на Украину, но людям тоже надо понимать, что путешествие в Украину, Россию, Белоруссию, оно требует каких-то более специфических условий, и на это надо тоже обращать внимание. Это интересно. Ну, понятно, что у вас довольно большая компания Балта, значит ли это, что и в каких-то далеких странах, в далеких, географически, естественно, от нас, есть возможность, во-первых, получить эту страховую помощь, медицинскую помощь по страховке? Не знаю, Азия, Африка? Да, конечно, у нас работает совершенно замечательный ассистанс, который организует медицинскую, и не только медицинскую помощь, всю помощь, даже если надо, они привозят еду сейчас, когда карантин. Да, соответственно, все уголки света покрыты нашей помощью, и можно свободно путешествовать. Думали ли вы о каких-то новых, не знаю, страховых продуктах в это тяжёлое время? Вы сейчас упомянули доставка еды на дом, кто-то это может как-то так с юмором отнестись. На самом деле, действительно, вот если человек попадает в карантин, это значит, что, в принципе, если он не хочет получить большие штрафы и иметь большие неприятности... Это просто жизненная необходимость. Здесь, почему я эту доставку еды, это не на дом, это было в гостинице. Ну, понятно. Человек находился на территории Турции в гостинице, две звезды, без включенного питания. Его посадили в карантин. В этой гостинице? Да, он не может выйти из номера. Но при этом ему не приносят еду, и он не может заказать еду. То есть это реальность жизни. Ну, это слово, прямо скажем. Да. Когда человек попадает в путешествие в неприятную ситуацию, то, что я всегда говорю всем, необходимо позвонить в компанию, которая делает суппорт страховой компании, и, соответственно, действовать по ее указаниям. То есть страховая компания «Балта», она дает 24 на 7 помощь. И мы совершенно разные ситуации, ну, можно так сказать, сленгом «разруливаем», и, в принципе, всегда позитивно. То есть иногда бывают такие ситуации, которые даже невозможно предвидеть. Ну, вот вы упомянули, что человек оказался в таком буквально заточении, без воды и еды, и вот надо каким-то образом эту ситуацию разрулить. Наверное, это бывают еще какие-то такие случаи, да, может быть, у вас. Да, конечно. Если мы говорим о новом продукте, да, «Балта» флагман в страховании путешествий, в принципе, и в остальных продуктах тоже, мы постоянно усовершенствуем свой продукт. Последние изменения правил страхования были в июне этого года. Да, мы думаем о дополнительных предложениях нашим клиентам, но полностью рассказывают, что мы можем предложить, либо не можем. Пока это не реализовано, я не буду. Окей, сохраним тогда такую интригу. Вернемся, может быть, в Латвию. Как говорится, несчастные случаи бывают и у себя на родине, дома, ну, и не только несчастные случаи. Человек пошел в лес, ну, и всякое бывает, да, с этими клещами, особенно сейчас сезон, видимо, еще продолжается. Если на этот случай действует ли страховой полис, вот какие здесь условия? Да, конечно, это страхование несчастных случаев. По поводу того, что сезон продолжается, я могу сказать, что сезон только начался, да, потому что если мы смотрим на заболевания клещевым энцефалитом и заболеванием лайма, так как в этом году у нас было такое аномально жаркое лето в июне и в июле, да, активность клещей очень сильно снизилась, и активность клещей, соответственно, она повысилась уже в августе. И сейчас пока у нас грибной сезон, люди ходят в лес, люди собирают грибы, люди наслаждаются природой. Реально, соответственно, очень вырастает в случае заболеваемости, особенно заболеваемость лаймой. Если мы смотрим на такой полис, да, у нас есть специальный полис именно против болезней, которые вызваны инфицированными клещами. Он стоит всего лишь 5 евро на год. Плюс этот риск включен практически во все программы, которые есть в Балтии, по страхованию от несчастных случаев. Если мы так вот посмотрим, то призываю людей страховаться, плюс я призываю людей вакцинироваться от клещевого энцефалита, потому что тогда, когда мы делали пресс-релиз в этом году, появилась такая не очень хорошая тенденция, что количество клещевого энцефалита, который очень тяжелый, оно постепенно увеличивается. Если, допустим, заболеваемость лайма в этом году снизилась, потому что была аномальная жарка, мы можем смотреть по годам, что заболеваемость клещевым энцефалитом увеличивается. Я думаю, что это связано с тем, что люди сейчас несколько противники вакцинации, но людям надо понимать, что это очень серьезное заболевание, которое может дать очень большие последствия, и вакцинироваться все-таки надо, и от клещевого энцефалита в том числе. Да, вот тогда такой вопрос. Но мы знаем, если мы говорим о лайме, боррелиоз по-другому его называют, что оно, в принципе, не сразу проявляется. Насколько действует полис с учетом всех этих нюансов? Потому что симптоматика может появиться и потом, и зачастую человек только потом вспоминает, что да, он был в лесу, но ему казалось, что клещ его не кусал. Значит, это вызывает заболевание лайма и условия страхования полиса. То, соответственно, если у человека лабораторно подтвержденное заболевание болезни лайма, то мы выплачиваем фиксированную страховую компенсацию, то есть в размере страховой суммы. То, что я говорила, за 5 евро, мы выплачиваем 400 евро как фиксированную компенсацию. Нам не надо, чтобы человек заметил этого клеща для того, чтобы организовать выплату. Если у человека реально подтвержден реальность лабораторно, потому что мы все знаем, что в анализе крови находят присутствие, соответственно, этого паразита, соответственно, тогда есть выплата. Если просто укус клеща, выплаты не будет, потому что должна быть клиническая симптоматика. Если мы говорим вообще о несчастных случаях, чаще всего это воспринимается страхование от несчастных случаев, чаще всего говорят, ну, это при поездке за границу, но несчастные случаи бывают, естественно, в стране, там, занятие спортом, ребенок, не дай бог, там, какой-то там вывих, перелом и так далее. Действует ли и имеет ли смысл здесь вот как-то подстраховаться? Я могу сказать так, тоже я призываю всех покупать страхование от несчастных случаев. Во-первых, это не очень большие расходы. То есть расходы, начиная от 12 евро, в зависимости от страховых сумм, которые человек выбирает. Если мы смотрим о страховании от несчастных случаев, оно должно быть обязательно, потому что если так вот посмотреть, летом, допустим, очень высокий травматизм детей, потому что они прыгают на батутах, они передвигаются на всяких возможных... А теперь есть на чем передвигаться, да, вот эти бесконечные самокаты, да, какие-то колеса, которые у вас самодвижившиеся и так далее. Но если мы говорим насчёт электросамокатов, обратите внимание, что дети до 14 лет не имеют права передвигаться на самокатах. То есть урегулирован этот вопрос, да, передвижения на самокатах. Обратите внимание, до 14 лет есть запрет на передвижение. С 14 до 17 лет ребёнок может передвигаться на электросамокате только в том случае, если у него есть права вождения велосипеда, да. После 18 лет, соответственно, это свободное передвижение на самокатах. И если мы смотрим на батуты и на самокаты, то это очень серьёзные травмы, да. То есть это реально серьёзные травмы, после которых необходима как реабилитация, так и довольно большие финансовые расходы. Потому что мало того, что человек получил травму, сломал, ему после этого необходимы медицинские расходы. Мы все знаем, что реабилитация – это платная услуга. Плюс если человек что-то сломал, ему необходимы какие-то вспомогательные... Средства, скажем так. Да, я не знаю, костыли, какие-то фиксирующие средства, да. То есть это тоже оплачивает страхование несчастных случаев, оплачивает расходы медикаментов. Сколько раз люди к нам обращаются, что получил травму и, соответственно, там повреждён зуб, ну, травматически повреждён зуб. Стоматология у нас тоже очень-очень дорогая. Это мягко говоря, да. Соответственно, вот это тоже оплачивается. Платный магнитный резонанс, платная операция, да. Причём травматология у нас, если мы смотрим грустные искусства, это операция за плату, она стоит больше двух тысяч, да. Соответственно, если мы там покупаем полюс за 30-40 евро, да, и у нас выплата там 2-3 тысячи, но я думаю, что здесь человек понимает, что ему необходимо страхование, что его стоит купить. А те, которые занимаются спортом, это вообще обязательное условие. Я хотел просто уточнить, я знаю, что вы специализируетесь больше, естественно, на страховании несчастных случаев. Медицинские страховки, они по-прежнему через юридическое лицо, да, через работодателей оформляются, да, так, чтобы люди не путали медицинскую страховку и страховку от несчастных случаев. Значит, если мы говорим о предложении Владвии, то наша компания предлагает только юридическим персоналам о страховании о здоровье. Есть компании, которые предлагают физическим лицам страхование о здоровье, но там есть особые условия, и, соответственно, мне трудно их комментировать. Если смотреть на страхование о здоровье физического лица, то практически он не может получить полис с платными услугами на территории Латвии свободно, да. То есть он может, но с какими-то условиями. Поэтому страхование несчастных случаев с медицинскими расходами, качественными, это выход. Это выход вот в этой ситуации, да. Может быть, да, возвращаясь к тому, с чего мы начали это путешествие, так чуть-чуть поясните, чтобы люди тоже понимали, ну, в каждой стороне своя медицинская система, разные условия в зависимости от того, во-первых, в какой стране, в каком городе человек оказался, да. Есть ли вдруг вот такая ситуация, когда его помещают, если, так можно сказать, в частную клинику, не всюду же есть такая вот система государственной помощи, или он вынужден к нему в гостиницу, приходит, не знаю, там, часто практикующий врач, да, где цены, наверное, вот прайсы, что называется, будут повыше, чем вот какая-то государственная медицина. Говорите ли вы стоп, или, ну, раз такая ситуация сложилась, все равно вы оплачиваете? Значит, я предлагаю людей всегда смотреть на распечатку полюса. Если мы смотрим на такие страны, как Турция, Болгария, Россия, то там есть конкретные страны, когда человек обязан позвонить в нашу службу помощи, и мы организуем, соответственно, то, что необходимо. Мы не призываем не вызывать скорую помощь, да, то есть человек, когда с ним что-то случается, если это очень острое, он вызывает скорую помощь и ведет себя, ну, так как, ну, при острых заболеваниях. Конечно. Но в любом случае необходимо позвонить в службу помощи для того, чтобы не повышать расходы, которые и так очень высокие, потому что наша служба помощи тогда координирует и конкретно помогает в каждой конкретной ситуации. Это очень важный вопрос, может быть, еще в завершении. Ну, мало того, что человеку иногда действительно не до того, чтобы там как-то вот думать, как это все организовать, он вызывает неотложку, но есть страны, где там по определению есть какой-то языковой барьер, особенно когда человек болен, даже если он владеет определенным минимумом там иностранного языка, вот, не знаю, английского, к примеру, да, все равно вот в той ситуации стрессовой, в которой он находится, вероятно, ему нужна более квалифицированная возможность как-то общаться. Может ли как-то страховая компания помочь, когда он звонит, вы говорите, да, мы там обеспечим переводчика или медика, который, так сказать, сможет с вами поговорить? Значит, в этих странах, если человек звонит нам, то у нас есть такой опыт, что мы высылаем человека, который будет помогать ему общаться с врачом на месте, то есть мы отправляем человека в клинику и параллельно еще как бы даем ему субпорт в общении. Но это в каждой стране... Отдельно, да? По-разному, потому что это настолько специфично, да, то есть, допустим, язык в Таиланде, язык в Великобритании, не знаю, язык в Китае. Для того, чтобы получить помощь, необходима коммуникация. Соответственно, мы как этот мост, который соединяет людей и помогает им. Вот буквально последний ремарк. У меня был один знакомый, который с семьей, по-моему, это было, если не ошибаюсь, то ли в начале пандемии, то ли еще до пандемии, ну, заболевание ребенка, какой-то вирус был, не связанный был с ковидом. В Соединенных Штатах они находились, ребенок сильно заболел, была страховка, и он так вот рассказывал, не называл он, какая страховая компания, не в этом дело, он рассказывал, что да, все было предоставлено. Более того, что его как бы удивило, даже нашли возможность, чтобы ребенку с латышского переводили на английский и в обратном режиме в Соединенных Штатах. То есть даже, я так понимаю, что и такая услуга может быть, да? Все может быть. Главное, выбрать правильную страховку страховую компанию. Спасибо большое, Львия Щеголева. У нас была на прямой связи, специалист по страхованию компании Баута. Ну что, всем пожелаем не болеть и без всяких несчастных случаев, но обязательно подстраховаться. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok